Топёр, администратор, авторская группа, массовка. Речь идёт не о съёмках нового фильма. В таком составе рождается команда, готовая импровизировать, петь, танцевать и, главное, шутить. А о том, где учат молодёжному юмору, наш следующий сюжет. Научиться играть в КВН, пожалуй, желает каждый молодой человек, запоминая шутки, прозвучавшие в телепрограмме, примеряя на себя роль весёлого и находчивого. Алексей Маглюк уже выступал на школьном фестивале КВН в Темрюке. Узнав о том, что в Славянске на Кубани можно постичь азы игры, молодой человек со своей командой приехал посмотреть и поучиться тому, как это делается. Хотел бы в дальнейшем поучаствовать в этом. Сейчас я не думаю, что что-то мне будет мешать, что-то препятствовать, так что я с радостью поучаствую. И по поводу планов, ну да, конечно бы хотелось что-то занять, какие-то места по различным городам поездить. Я думаю, что нашей командой мы поднимем уровень КВН в Тюрюкском районе. Продолжателем КВНовского дела в Славянском районе планирует стать Константин Пронин. Молодой человек говорит, что готов посвятить этой игре всю жизнь. Он уже много раз выступал на сцене во время школьных фестивалей, а сегодня он КВНщик команды сельскохозяйственного техникума «Чеширские коты». Для меня как бы стимул жизни КВН, я не представляю свою жизнь без шуток, добиться очень легко, просто старание и все. КВНщик не должен быть смешным, ну, по жизни, а он должен быть только на сцене смешным. Ты должен чувствовать, наверное, зал, знать, в какой момент пошутить, где правильно. Школа КВН в Славянском районе работает ежегодно. Среди учителей – люди, стоявшие у истоков игры на местном уровне – Олег Смольняков и Армен Григорян. Они показывают и рассказывают ребятам о структуре команды и игры, конкурсах и организационных моментах, о том, как быть КВНщиком. О КВН можно говорить очень много. Как правило, зная классический КВН, можно уже отходить в сторону и придумывать, импровизировать, придумывать свои стили, свои выступления. Полет фантазии бурный. Но главное – знать азы. Должно быть весело, смешно и культурно. Самое главное. Так что мечта выйти на сцену вместе с весёлыми и находчивыми вполне осуществима. И в скором времени, возможно, кто-то из этих ребят станет новой звездой на юмористическом небосклоне Клуба весёлых и находчивых. Рузанна Ефремян, Павел Трифонов, Андрей Постовой. Программа «События».